Мы начинаем очередной наш вебинар. Я прошу отметить, как меня слышно в чате. Слышно ли вообще? То есть имеется в виду текстовый материал какой-то выложим. И вот с Галиной Икаревной сейчас переговорили. Запись к вебинару этому будет выложена чуть позже, скорее всего, ближе к концу недели. Есть у нас такие технические трудности, они не проблемы, но трудности. Поэтому мы вот именно данный вебинар выложим чуть-чуть попозже. Просто чтобы вы знали, вдруг из вас кто-то еще просматривает. Итак, мы начинаем наш этот. У нас сегодня модуль «Искусство задавать вопросы». Очень важный модуль. Но сначала хотелось бы проговорить по тем... Итак, анализ тем, которые вы представили в общем документе, то есть постарались обосновать темы. На сегодняшнее утро это 10 тем. Вот презентацию делала вчера, поэтому слайд немножко говорит о другом, о 9 темах только. Итак, большую часть у нас занимают темы по экологии в различной формулировке. Ну, понятно, в следующий год-год экологии библиотекари у нас мыслят календарем знаменательных и памятных данных. Две темы вот у нас по сказкам и по сказкам. То есть одна по сказкам, вторая по сказкам и легендам. И еще одна тема, но вот боимся как бы, чтобы человек этот не снялся с нашей мастерской, была формулируется она так, учимся расшифровывать мой мир. То есть тема достаточно интересная в том отношении, что это познание как по окружающему миру, хотя выбраны и не начальными. Из семи проектов по экологии всего лишь три связаны с книгами. Это у Галины Николаевны Водневой, у Юлии Роткиной и у Елены Анатольевны Куроковой. Там связано с красной книгой. Четыре проекта, во всяком случае в том обосновании, которое я увидела, меня увидела в связи с книгой. И поэтому у меня сразу вопрос. Я хотела бы, чтобы, может быть, уточнили, или, может быть, вы сами пока не понимаете, но это надо уточнить. То есть тогда, получается, у вас проекты социальные идут, направленные на действия и, скорее всего, на проведение каких-то акций. Вот это бы мне хотелось знать у остальных, вот с кем, ну, кто заезжал тему созвучно с экологией. Можно даже не сейчас это ответить, а подумать и ответить в том же документе, в каком мы описали обоснование темы. Ну, теперь немножко по самим темам. Валентина Екатерина, тема «Волшебные предметы и сказки в нашей жизни». Коллеги, я обращаю внимание, что это тема, это не название пока проекта. То есть тема основана, плюсы, вот эта тема, какие я увидела, основана на теме чудес, то есть чудеса в сказке и чудеса уже в жизни. Мы читаем сказки с детства, видим сказки, да. И, в общем-то, надо отдать должное, что в сказках нас больше всего привлекают как раз какие-то чудеса, какое-то волшебство. Но вот как раз это то, что отличает окружающую жизнь ребенка, подростку, вот такую простую, обыденную, я бы сказала, даже, может быть, кто-то бы из подростков назвал и окружающую его жизнь скучную жизнь. И это то, что как раз привлекает не только в сказках, но и в фантастике, почему подростки обращаются, им не хватает каких-то ощущений в обычной жизни, они читают эти книги, они уходят в эту литературу. А вот Екатерина как раз и постарается показать через проект, показать волшебство как раз окружающей жизни, или, может быть, тех отдельных вещей, которые есть, и которые, может быть, не всегда видно. Очень хороша связь, прошлое, настоящее, будущее. Не минусы, но такие опасности есть. В начале были похожие проекты, Екатерина Анатольевна. Во-первых, проект вчера, сегодня, завтра, там эволюция вещей, изобретения. Проект просто эти надо посмотреть, чтобы повторения не было. Был проект чудеса своими руками, был проект карусель сказок, там тоже волшебные предметы разбирались, и уже у нас на Сибириаде был проект сказочные премудрости. Вот Галина Анатольевна была одним из авторов проекта. Вот это как совет, посмотрите, чтобы у вас все-таки какой-то нюанс был свой. Чтобы у тех, может быть, кто участвовал в проекте, не сложилось впечатление уже повторяемости, потому что это тоже достаточно важно. Коллеги, извините, давайте я вас кроменам, чтобы долго не было. Учимся расшифровывать свой мир. Это вот проект, о котором я говорила. Название населенных пунктов. Через название населенных пунктов, это этимология, язык народа, история, легенды, исторические связи с населенными пунктами, имеющие одинаковые названия. Ну, достаточно такой интересный проект, может хорошо получиться. Очень мне привлекло этот продукт. Автор предлагает коллекцию виртуальных пунктов. Ну, вот я считаю, что это должен быть итоговый продукт. Еще, значит, недоработка какая пока вот в обосновании была, в чем расшифровка, и какая общая идея для разных населенных пунктов, в чем будет идти расшифровка как раз окружающего мира. В помощь, наверное, нужно посмотреть проект Галины Николаевны «Водневые истории связующих книг» и наш общий проект «Свеземь смутного действия по соседству вы», потому что есть вещи, которые вот перекликаются. Юлия Родькина. Реликтовые животные и растения в сказках и легендах. Значит, сразу написала, что интересно, тема интересная очень в своем комментарии. И почему? Потому что вот тут как раз очень хорошо можно составить, знаете, такую общую карту, да, реликтовых животных, реликтовых растений по всей России. То есть проект не завязан на одной какой-то территории. То есть сетевой характер очень сразу можно хорошо реализовать. Кстати, можно посмотреть, многие реликты стали эндемиками на той или иной территории. Может быть, на это в проекте стоит обратить такое внимание. Что еще понравилось? Вот посмотрите, в этом проекте от окружающего мира, от биологии, да, очень хорошо можно протянуть, в принципе, автор вот в своем обосновании это делает, к литературе, к сочинительству, то есть уже к творчеству. Я, правда, не очень уверена, что найдется много легенд, в которых вот такие растения или животные описываются, в том числе, реликтовые, да. Ну, можно посмотреть, но вот как-то не этот. Но, тем не менее, вот связь с легендами, сказками, она тоже очень хорошо. Я не увидела возраст детей. Вот это пока в обосновании для меня единственный минус. Я не очень понимаю, на какой возраст это будет идти, потому что все остальное тоже надо будет согласовывать, то есть там разрабатывать в соответствии с возрастом детей. Галина Николаевна Воднева, «Слышу голос природы». Вот Галина Николаевна постаралась связать проблемы экологии через книги писателей-натуралистов с нравственными проблемами, и это большой плюс в обосновании темы. Ни Галины Николаевны, я, правда, пока не понимаю, как это получится, хотя мы понимаем, что это может получиться, потому что писатели-натуралисты именно нравственные темы поднимают, в своих книжках, да. Но очень, конечно, у Галины Николаевны пока все размыто и так туманно. Но, знаете, способен Николаевны находить вот ту ниточку рябную в том тумане, который всегда бывает. Вы, коллеги, поймите, вот туман, я понимаю, какой у вас сейчас беспорядок в голове, туман, и вообще вы ничего не понимаете, это нормально. Хочу сразу сказать, вы не пугаетесь, что вот так вот все у вас, да, что вы не можете, может быть, каких-то вещей понять. Сейчас вы перерабатываете такое огромное количество информации раз, и потом, вот сама идея таких мастер-классов в практике деятельности, она заставляет наше обычное мышление работать несколько по иному. Поэтому модуля до шестого у вас такой туман в голове будет. А вот потом как раз будет все прояснится, и все встанет на свои места. Если, конечно, вы будете стараться вот работать все равно. Поэтому я думаю, что у Галины Николаевны все получится с этой темой, ну или, может быть, как это у нас было, например, на прошлой мастер-классе, Галина Николаевна найдет себе другую тему и все это успеет делать. Поэтому тут мы, значит, это оставляем. Так, Васина Анастасия, экология моего города. Анастасия, вот тема, я уже написала, что очень общая, ее нужно конкретизировать, или можно взять вот какие-то точки отсчета экологии, ну вот я уже просто вчера сидела, думала над вашей темой. Может быть, например, взять на, можно, если вы не хотите брать какую-то одну из тем экологии, да, характерную для городов, можно, например, взять, знаете как, вот какие-то точки отсчета катастрофы экологической, да, и тогда каждый город, каждый населенный круг ваших участников, он будет эту точку, во-первых, искать сам, то есть вот что у них самое худшее в городе, да, и смотреть и разрабатывать, как от этого уйти, от этой точки катастрофы. И смотрите, и тогда у вас может получиться неплохой такой итоговый продукт. Оно, конечно, звучит страшно, почти как в трейлере, да, карта катастрофы, или там, карта предстоящих катастроф, да, экологических, но тем не менее, вот это позволит, может быть, как раз увидеть, с одной стороны, что у нас во многих населенных пунктах проблемы-то одни и те же, вот, и в то же время показать именно подход к решению, может быть, этой проблемы, вот какой-то свой. То есть подумайте, но пока вот у вас общие слова, я пока конкретизировать более чем вот мне пришла, какая идея была, я, к сожалению, не могу. Есть вопросы, давайте вечером свяжемся по скайпу, попробуем, порешаем, пообсуждаем, потому что, коллеги, не бойтесь обращаться ни ко мне, ни к коллегам, моим координаторам. У меня будет, если есть время, я всегда иду на контакт, потому что в обсуждениях чаще находим какие-то точки соприкосновения, правильное решение, нежели вот вы что-то делаете, я комментирую, потому что вы пишете одно, подразумевая другое, я вижу только то, что вы написали. И я пишу так же, пишу одно, понимая, что вот я хочу это сказать, а вы читаете, воспринимаете это все по-другому. Поэтому не бойтесь, обращайтесь, нужно смотреть. Ну и кроме того, тогда вот, Анастасия, у вас получится неплохой социальный проект. Хотя здесь можно, может быть, и книги какие-то. У нас много достаточно фантастики о разных катастрофах, подумать, может быть, здесь и мы как-то это можем связать с книгами. Елена Григоренко, «Человек и мусор, кто кого». Неплохой может получиться исследовательский проект. Я написала, что на началке у вас в комментарии был такой проект, еще раз посмотрела, нет, это был локальный проект, я просто с коллегами по началке мы разрабатывали. Я думаю, если у вас нет диска проектной деятельности по началке, я думаю, вы его так в открытом доступе не найдете, потому что вот там был такой проект. Поэтому посмотрите, социальный проект не библиотечный, но тем не менее, то есть здесь можно посмотреть, и может достаточно найти какие-то точки соприкосновения, очень интересно. Мария Сетимашенко, «Сбережем природу родного края». Я, к сожалению, не могу в своем сознании пока связать растение и радиацию. То, что вы там написали, отдельно по растениям замечательно, отдельно по радиации тоже неплохо. Поэтому я вам предложила, что, может быть, стоит что-то одно выбрать. Может быть, вы видите по-другому, тогда нам надо с вами как-то связаться тоже, чтобы я понимала, почему вы связываете эти две стороны. Вот если по радиации, если вот, потому что здесь можно связать радиацию ответственность, да, здесь очень-очень много ответвлений, то есть радиация, например, с точки зрения физики, радиация как катастрофа, опять же, да, радиация как медицина, лечение используется, вот эти же лучи, собственно говоря. Ну, вот сказала уже радиация ответственность. Вот у нас в Челябинской области тоже есть целые районы. Вы пишите, что вы находитесь в Чернобыльской зоне, а у нас на Урале, у нас тут полобласти, да, в моей вот области, она, это районы, подвергшиеся радиации. Это вот авария на Майке в 50-е годы, когда была, то есть и до сих пор это есть, идет, и, в общем-то, тут вот, во всяком случае, у вас будут участники из таких же районов, понимаете. Это тоже очень важно, и видеть какие-то общие проблемы, точки соприкосновения. Вот, на мой взгляд, вот поднять разговоры об ответственности очень важно именно в подростковой среде, посмотреть, вот показать им, что любое принятие решения, уж тем более таких важно, когда вот с такими вещами связаны, сильными, да, но это очень важно. Ну, в принципе, эту ответственность надо с детства, в общем-то, в себе воспитывать. Наталья Круг. Интересный проект, вообще люблю все, что связано с растениями, с дендрарием, с парком, тем более, но очень как-то вот обрезанно. Я понимаю саму идею, почему так хочется, но вот для сетевого, в принципе, наверное, имеет смысл разработать и провести, но там сетевого начала нет. Я что хочу сказать? Использование сервисов, вот, коллеги, вы поймите, использование сервисов, использование интернета в вашем проекте не означает сетевого характера вашего проекта. Сетевой характер, еще раз обращаю внимание, это когда дети работают над одной проблемой в разных концах страны, и эта проблема их объединяет, несмотря на то, что пути решения к этой проблеме могут быть разными. И когда дети в результате вот такой сетевой деятельности, общей деятельности, создают итоговый продукт, он может быть состоять из каких-то зернышек совершенно разных, из разных частичек, но он будет объединен каким-то видением целом. Поэтому если вы создаете, пусть даже какую-то одну карту, вот как, скажем, у Натальи, да, значит, там план Дендрария, план там какой-то парка, да, это все равно, то есть это можно сделать, обсудить, это не обязательно делать по интернету, это можно встретить, тем более если вы планируете очную защиту с мультимедийными презентациями, то есть это можно сделать огромное красивое мероприятие городское, да, но с очным режимом, да, при использовании интернет, но все-таки в очном режиме. То есть это не будет называться сетевым характером проекта. Но мы вначале говорили, что да, может быть у кого-то получится локальный проект. Локальный проект, это не обязательно, что не используйте интернет. Пожалуйста, интернет, если вы себе 2.0 могут использоваться. Но вот в данном случае идея интересная, красивая такая, да, но все-таки это не сетевый характер. То есть если есть желание все-таки сетевую разрабатывать, ради бога. Если вы хотите остаться на это, тоже можно оставить, но мы уже точно будем знать, что вы разрабатываете локальный проект. Там немножко другие права, другие критерии, соответственно, к этому проекту. То же самое и у Куроповой Елены. Заповедными тропами красной книги. Я понимаю, что человек очень переживает гореть за свой район, но, соответственно, вот делать сетевой проект одного района, ну, это тоже больше похоже на локальный проект, потому что вы сразу отрезаете другие районы. Тоже можно оставить, тоже можно сделать, тем более я понимаю, район, я так понимаю, разбросан, да, лично вы здесь не встретитесь, но тем не менее. То есть вот есть такое, как бы сказать, недостаток даже. У вас может получиться интересный, красивый другой проект, но может быть не такой широкий, не такой сетевой, как бы нам хотелось. Но подход, вот то, что вы написали, это все очень интересно, это может быть конкретно, но от района такой небольшой проект можно сделать. Это тоже. И уже вот последний у нас Кищенко и Ирина написали. Коллеги, вот я хочу только правильно понимать. Ирина Александровна и Татьяна Александровна, вы вместе этот проект разрабатываете? То есть он у вас будет идти под двумя фамилиями? Или просто Ирина Александровна пользуется аккаунтом Татьяны Александровны? Вы обе у нас слушаете наши вебинары. Мы не против, тем более Татьяна Александровна знает. Имейте, вы просто, я хочу понимать, как это у вас предполагается работа. Меня слышно, коллеги? Нет никакого ответа, просто я слышно. Так, хорошо, то есть вот этот проект, он будет идти по сказкам. Ирина Александровна будет над проектом, Татьяна Александровна будет помогать. Замечательно. То есть да, тоже понравилось. Я, к сожалению, верю, что у меня это вытечило. То есть понравился проект, проект будет по сказкам и легендам. Ну, как обычно, очень интересные какие-то вещи. Я так понимаю, что будет в конце, то есть дети будут сами тоже какую-то легенду, рассказ о чем-то. То есть это вот такой анализ тем, что хочу сказать. У меня, честно говоря, единственное, что не устраивает, это такое большое количество проектов по экологии. Но это ваше право. Вы можете... Я понимаю, что это... Чтобы вошло это в планы, чтобы вы могли работать над проектами во время своей работы, да, рабочего времени. Темы, в принципе, интересные. Их можно, конечно, разрабатывать. Но вот как-то... Ну, это, видимо, мое представление. Я с самого начала рабочей деятельности, как-то мне всегда коробила, которые мне говорили, и надо делать по календаризным методам. Мне все время хотелось сделать что-то, что просто интересно. Ну, ладно. Экология, значит, экология. Так, коллеги, какие-то вопросы именно по темам есть еще? Здесь попробую ответить. И будем продолжать дальше. Ну, хорошо. Если возникнуть, мы в конце, значит, еще раз. Итак, еще раз, значит, хочу что сказать. Мы связываем, как мы темы связывали с Федеральным государственным образовательным стандартом, то, соответственно, мы, так и наши вопросы, обязательно должны тоже быть связаны с нашими направляющими вопросами, которые мы будем, должны составлять. Это все должно быть связано тоже с Федеральным государственным образовательным стандартом. Тем более, что, вот я еще раз хочу напомнить, посмотрите на фланг, то есть, я вам говорила о том, что структура стандарта, там есть очень большой раздел, который прежде всего касается наших создания проектов, потому что это учебная деятельность. Это основная еще образовательная программа. То есть, по ней создается некая современная информационная образовательная среда, в которую библиотеки входят. Это не обязательно, пусть это будет не обязательно, это должна быть школьная библиотека. Вы также работаете с детьми, с подростками, с учителями. И, значит, вы в своей деятельности тоже входите в эту современную информационную образовательную среду. Но, как раз по государственному образовательному стандарту, значит, ученик из объекта образовательного процесса, как это было раньше, это то, кого мы образовываем, да, он превращается в субъект образовательного процесса. Поэтому, что хочу сказать. Тут я имею в виду, что нет. То есть, он как бы становится соавтором образовательного процесса. Он может создавать тоже учебный контент, что, в принципе, и получается в нашей проектной деятельности. Потому что все информационные продукты, которые они будут создавать, это, в общем-то, тот учебный контент, который можно пойти и использовать. Вне зависимости. Создана это для внеурочной деятельности, создана это учителями, с помощью верхних учителей или с помощью библиотекарей, даже библиотекарь, Министерства культуры. Это совершенно не влияет. Потому что ученик как бы сам создает новое знание. И потом этот продукт может жить, он может использоваться не только этим учеником, автором, не только группой учеников, но и другими, потому что это будет все вложено в открытый доступ. Планирование проекта еще просто хочу напомнить. Основанно мы определяли тему, когда обоснованы фактически цели на основе этих стандартов. Вот сейчас мы подошли к тому, чтобы определить вопросы, которые будут направлять проекты, деятельность проекта. Далее план оценивания, система заданий и должны получить результат. Еще раз хочу уточнить, что тема должна быть, просто быть, тема, конечно же, должна быть интересна организатору, потому что, если вам эта тема не интересна, я почему еще раз обращаю вопрос на такое великоличество, значит, тем по экологии, я понимаю, что может быть там как-то начальство или еще что-то, но все-таки тема эта должна лично вас волновать, интересовать, но не вытянуть. Вот сейчас на месяц, и месяц разработки не закончится, вы будете потом дорабатывать, а потом вам еще месяц надо будет проводить, вариться в этом соку, да, но я по себе точно знаю, что я бы не выдержала, если бы мне тема не была интересна, я бы не выдержала. То есть я просто спустя рукава это сделала, чего бы ни принесло удовольствие ни мне, ни тем участникам, для которых я это, в принципе, все затевала. Естественно, тема должна быть в зоне интереса детей, иначе они просто не станут участвовать или станут выполнять задания формально. Значит, для чего нам нужно, если уже вот так рано, определить вопросы, потому что вот они недаром названы, что это вопросы, направляющие проект. потому что все-таки от того, как мы определим вопросы, мы дальше будем составлять и план проекта, то есть мы будем планировать учебные мероприятия, мы будем под эти вопросы придумывать задания, мы будем включать, то есть мы будем понимать, где нужно, какие информационные технологии использовать. Мы, естественно, и должны будем, соответственно, то есть нельзя сегодня один вопрос построить, там, значит, полпроекта придумать, завтра другой вопрос придумать, и еще полпроекта. Это все должно быть взаимосвязано, взаимосвязано, в единой картине мира, так сказать, вот, который будет через проект у вас реализовываться. Это все должно быть в единстве. Возврат к теме, возврат к вопросам, вы должны помнить, то есть вот вы тему сейчас придумали, да, сейчас вам нужно будет составить вопросы, вы должны в голове держать вот эти следующие вопросы, вы должны понимать, что от того, какой вопрос, как вы эти вопросы создадите, будет понятно, почему так важно изучить вашу тему. Вот не теми общими словами, которые вы говорили, что важно формировать экологическое воспитание, да, или там литературную, там, культуру, информационную культуру, да, а почему важно, вот почему она так важна, входит ли она в приоритет тех больших тем, больших идей, которые вообще существуют, да, что будут помнить ваши читатели, ваши ученики, через пять лет, после того, как пройдет проект. О чем они будут помнить? Вот я хочу сказать, что первые дети, с которыми я участвовала в сетевых проектах, они в этом году закончили девятый класс. Ну, я уже четыре года, как ушла из школы, но тем не менее, мы общаемся с этими детьми по скайпу, и не было еще ни одной нашей встречи в скайпе, чтобы они первым делом не стали вспоминать те проекты, в которых мы с ними участвовали, они в одном проекте с ними участвовали. И вы понимаете, я понимаю, что да, вот мы когда попали, это было интересно, мне до сих пор это интересно, я не помню, что они там делали, то есть вот те знания явились, какими-то, пусть маленькими кирпичками, в их дальнейшем развитии. Ну, и соответственно, мы должны понимать, чем интереснее мы составим вопросы, тем интереснее вот учебная и такая развивающая составляющая нашего проекта, она будет интереснее и наиболее личностно значимой для всех школьников. Какие вопросы мы задаем в проекте, как их, значит, создавать, вот сейчас об этом. Может быть, те, кто заглядывали уже в модуль, в учебник, тот, который обратили внимание на то, что обычно говорится о триаде вопроса. Действительно, для проекта обычно создается такая триада вопроса. Вот на графический я постаралась на слайде это все показать. Значит, есть большой основополагающий вопрос, который значит, должен как бы проходить, да, такой красной миссии через весь проект. Есть ряд, это вы сами будете определять, сколько, два, три, четыре проблемных вопроса, которые с разных сторон будут раскрывать вот тот основополагающий вопрос, который вы поставите в главу проекта. Почему мы не говорим о том, что тема должна быть философской, тема должна быть большой, потому что чем более конкретна тема, тем с меньших сторон ее можно рассмотреть. И, соответственно, вопрос большой шерсти мы не сможем ожидать. ну и, соответственно, то есть каждый проблемный вопрос еще основывается на ряде учебных вопросов. Опять же, это может быть два вопроса, это может быть три вопроса, это может быть четыре учебных вопроса, то есть очень таких конкретных, но очень я поподробнее о каждой категории вопросов расскажу, вопросов. Но, конечно, один отдельный вопрос не может раскрыть всего проблемного вопроса, то есть их просто должно быть несколько. Итак, значит, вся триада помогает ориентировать проекта на какую-то цель обучения, то есть цель обучения это ваша тема, то есть на раскрытие прежде всего тему. Значит, что-то, ну вот давайте поконкретно еще посмотрим, да, вот у характеристики вопросов. Итак, основополагающий вопрос, это широкий открытый вопрос, который обращен к какой-то большой идее, устойчивой какой-то устойчивой конфликции, он философский должен быть вопрос, да, и часто основополагающий вопрос либо объединяет учебные предметы, помогает понять, как предметы связаны между собой, либо они часто надпредметные вопросы. Проблемные вопросы вот вашей темы, ну, так как посуде настроено на учителей, да, говорим учебные цели, но это не важно. Значит, проблемные вопросы вашей темы. Они должны, во-первых, быть очень четко связаны с темой проекта и поддерживают направление исследованного заданного основополагающим вопросом. то, что я сказала, они раскрывают основополагающий вопрос с разных сторон. То есть, они такие же широкие, открытые, как основополагающие. Они не имеют однозначного ответа. то есть, то есть, например, вопрос, да, что такое счастье. Каждый скажет счастье, каждый понимает по-своему. Если вот сейчас вы даже у себя где-то на бумаге запишите счастье это, поставите лучики и попробуете определить, что у вас счастье, у вас получится не один, не два ответа даже для вас. А представьте, сколько людей, да, столько может быть ответов. Конечно, какие-то будут совпадать, но какие-то грани все равно будут свои. Поэтому сразу вот, когда будете продумывать и потом анализировать свои вопросы, анализировать чужие вопросы, на это обратите внимание. То есть, проблемный вопрос, он, конечно, более узкий, чем основополагающий, тем не менее, он не должен иметь однозначного ответа. Значит, он еще раз должен быть связан с вашей темой, должен хорошо раскрывать вот ту тему, ту сторону основополагающего проекта, который вам, который вы себе определили. Ну, и учебные вопросы, это конкретные, основанные на фактах вопросы по содержанию. То есть, это узкий, закрытый вопрос, который требует однозначного, правильного ответа. То есть, если вопрос уже не может быть, то есть, не может иметь одного ответа, он уже не является учебным. Да, вы, конечно, не можете в учебных вопросах, но это будет труднее. Учебный вопрос всегда, ответ, вернее, на него всегда основан на фактах, на каких-то определениях. И когда вот мы составляем учебные проекты, мы говорим сразу, относится к учебной теме поисков. Например, когда я делала мы сейчас похоже посмотрим тайт по Бородину, да, мы просто там, например, значит, когда произошло Бородинское сражение, там все, то есть, это очень конкретные, очень такие вопросы. Теперь давайте посмотрим, вот, я просто взяла несколько примеров, да, из обоснования темы. Например, вот, сейчас попробуйте мне ответить в чате. вот такие вопросы, какие вопросы это? Что такое красная книга? На основании чего животных и растения вносят в красную книгу? Вот, одним словом просто ответьте на ваш взгляд, это какие вопросы? Смотрите, буквально одним словом, то есть, это основополагающий, учебный ли это проблемный вопрос. Галина Николаевна считает, что учебный. Ну, посмотрите, мы же сейчас говорили, так, Екатерина Анатольевна считает, что учебный, ну да, оба, смотрите. Коллеги, это действительно, так, Елена Анатольевна считает, что проблемные, Юлия считает, основные, нет, вот смотрите, что такое красный книг? У нас есть устойчивое понятие, что такое, то есть, это книга, куда вносятся животные, растения, да, которым грозит исчезновение. То есть, все, больше здесь ничего не придумаешь. Если иметь, то есть, здесь нет никакого философского, философской точки зрения, это имеет однозначный ответ, поэтому здесь то же самое, на основании чего животных и растения заносит красную книгу. есть очень четкие правила, когда можно тот или иной объект внести красную книгу, когда еще этих причин недостаточно. Поэтому, это действительно учебные вопросы. Это очень хорошие, я хочу сказать, вопросы, особенно по теме, которые Елена Анатольевна предлагает. То есть, это все очень проблемные, немножко нужно по-другому сформулировать. и чтобы мы, как я говорила, этот вопрос могли по-разному посмотреть на них. Так, теперь, например, или вот, например, они, да, вот эти вопросы, кстати, очень хорошо помогут решить по-другому сформулированный проблемный вопрос, причем, но они будут, естественно, только в помощь. Теперь, например, вопрос, что является настоящим сокровищем для человека? Вот на ваш взгляд, этот вопрос каким может быть? Какой это вопрос? Основной, основной, проблемной, так. Ну, это был основной, основополагающий вопрос в моем проекте сокровищ Томинного великана. Вот, хотя, в принципе, он может быть и проблемным, если мы еще более такой философский вопрос найдем к этому, да, то есть, здесь уже, потому что вы сразу можете сказать, здесь нет правильного ответа. Для каждого человека свои ценности в жизни, и вы совершенно будете правы, потому что, вот, видите, сразу, этим вот уже и отвечают основополагающие и проблемы вопрос у печени. Еще один совет дам сразу, никогда не формулируйте вопрос, используя предлог или. Вы это можете делать только в учебных вопросах, потому что этим вы сразу ограничиваете выбор детей двумя вариантами ответа. То есть, либо то, либо то. Вот это можно сделать только в учебных вопросах. В основополагающих и проблемных так формулировать вопросы нельзя. что можно использовать для того, чтобы правильно ответить вопрос. Ну вот смотрите, когда вы видите, вот можно обратиться к пирамиде Блума, на которой, понятно, если смотреть снизу, вы можете увидеть, как и чем вы развиваете разные уровни мышления и к ним типы заданий. Вот к этой пирамиде Блума обязательно будете обращаться, но в голове и надержать, тогда вопросы будете составлять. Зачем нужна пирамида Блума, вот здесь вы тоже можете посмотреть. То есть, во-первых, вы можете достижить цели проекта, можно правильно поставить, да, а, соответственно, мы разговариваем сегодня о вопросах, это обязательно будет связано с целями проекта. Если вы рассматриваете, например, экологию как нравственную ценность, моральную ценность, да, то, конечно, у вас цель проекта будет дорогая. Если вы просто хотите защитить конкретных животных или конкретных этих, то это тоже нравственная новость, если цель будет на порядок ниже, да. Что вам эта пирамида может помочь и, соответственно, вопросы, когда вы будете стоять, потому что тоже как немножко пирамида, да, она будет, даст вам основу для дальнейшего успешного анкетирования, он, естественно, поможет и вопросы, особенно если составные пирамида Блума вы можете связать в разных предметных областях, выстроить логику этапов проекта и так далее. Я бы вам предложила вот еще на такую таксономию Блума посмотреть, почему здесь не только вы можете посмотреть познавательные цели, вот уровень мышления, то, что мы говорили, правильно отсюда сформулировать задания про деятельность учеников, но и посмотреть, какие инструменты соответствуют вот тому или уровню мышления. Вот это бывает иногда достаточно важно, будет важно особенно для следующих тем, когда мы будем говорить о вашей среде, то есть там, где вы будете проводить этот проект. Ну, вот как примеры, то, что мы говорили, вот примеры вопросов, да, например, кто такой гейнер? Ну, вот по-разному очень много можно ответить вопрос, потому что вопрос этот вот очень широкий, но поскольку проект этот был посвящен Ломоносову, да, вот посмотрите, Ирина Александровна Раширина, автор этого проекта, вот разделила на такие проблемы и вопросы. Кстати, вот такую как бы ментальную карту, да, для себя вы тоже можете выстроить, если вам вот удобно таким образом, но это еще раз будет для себя. То, что вот я вам говорила, следующий слайд, это как раз по моему проекту, по проекту «Генедарм помните о России», «Как события прошлого влияют на будущего», «Мы победили на Барабинском поле или проиграли», вот хотя здесь «Или», но, знаете, тут такой философский контекст заложен в этом вопросе, и поэтому мы решили все-таки оставить и формулировку, чтобы осталось такое, но это достаточно редкий случай, вообще обычно по длинному вопросу с предлогом «Или» не используют. Ну и почему назвали «Отечество»? Ну и вот дальше можно сами даже разбросать вот те или иные вопросы, учебные вопросы, которые относятся к тому или иному проблемному вопросу. Еще раз хочу сказать, что от того, насколько грамотно составлены вопросы направляющие, зависит качество стартовой презентации, зависит качество продуктов проектной деятельности, вообще материалов по оценке видео. Направляющие вопросы и задания должны будут работать в кукле для достижения цели обучения, для выполнения стандартов, на которых базируется ваш проект. И, конечно, вы должны будете использовать потом проекты все остальное. Поэтому вот эта структура еще раз курса, но уже пересмотрим. Посмотрите, направляющие вопросы, что на что влияет, что с чем взаимосвязано. Ссылочками достаточно хорошо показывают. Значит, что еще, какие рекомендации я могу дать по составлению вопросов. Да, конечно, формулировка таких качественных ответов, она требует много времени и практики. И не бойтесь выставлять первый какой-то вариант на всеобщее обозрение. Почему? Чем раньше мы увидим ваши вопросы, тем быстрее, может быть, мы сможем вам помочь. Если что-то звучит не так. Сами знаете, что иногда рассказывая что-то о себе, вы можете как раз со стороны смотрите на те проблемы, которые вы озвучиваете и видите плюсы вашей проблемы и минусы вашей проблемы. поэтому выставляйте портфолио может быть сегодняшнего дня я вот сейчас в конце скажу вы можете начать заполнять визит своих проектов и в визитках мы, конечно, и будем работать и видеть то, что вы как планируете свой проект. Итак, рекомендация по составлению основополагающих вопросов. Их я еще обязательно в текстовом варианте выложу на странице на странице вебинара. Итак, значит, во-первых, подумайте о своей теме в целом. Зачем эта тема вашим ученикам? Почему коллеги, простите, извините, сейчас водички попью. у меня нет, нет, нет. У-а-а-а. И-а-а? И-а-а-а. еще раз прошу прощения и так почему как вы думаете почему школьникам интересно эта тема которую предлагать может посмотреть с какой стороны она и может быть интересно может быть какой не очень в чем ценность изучение вашей темы именно этой категории учеников вот не для вас не с вашей точки зрения почему так важно чтобы дети наши были экологически грамм грамотными мы с вами люди взрослым это понимаем но это мы понимаем это наш опыт а у них должен быть свой опыт поэтому вот обязательно изучите посмотрите в этот план какую большую идею вы хотите раскрыть чтобы ваши что ваши ученики будут помнить через пять лет через три года хотя бы да а то что вы пытаетесь донести через свой проект как можно сделать содержание вашей темы личностно значимой именно для той категории скольниками которых вы рассчитываете провести проект сначала сформулируйте вопрос на прошлом языке чтобы уловить основной смысл а потом перепишите вопрос более понятного ученика мы с вами прекрасно понимаем что я взрослых может быть нам вопросы сформулировать легче а иногда особенно если это касается всего проект будет проводить для маленьких ребят для учеников начальной школы там конечно это сделать нужно обязательно потому что не всегда у нас иногда очень хорошо звучит это на взрослым языке какие-то вопросы да откажем на детский язык музык того возраста на который ощутил проект всегда бывает возможно перевести а ну и если вам сложно это сделать сами попробуйте применить метод мозгового штурма попробуйте с тем-то обсудить вашу тему послушать других людей кто какие они высказывают предположения что как бы было какой бы вопрос интересно было изучить в рамках ту тема которую вы заявили вот это основополагающий вопрос теперь рекомендация по составлению проблемных вопросов да какое значение имеет содержание той темы которую вы заявили то есть мы говорили что проблемный вопрос он не имеет однозначного ответа вернее основополагающий вопрос обязательно имеют много грани вот и попробуйте эту грань распределить посмотреть с разных сторон определить эти грани почему школьникам должно быть интересны эти грани вот все время сейчас когда вы будете работать на праве все время держите в голове мы делаем праве для школьников для того чтобы нам надо не потому что нам интересна эта тема хотя конечно я уверенна и знаю что вы своим интересам школьников заразить заразить и но тем не менее надо смотреть еще все таки исходить вот это для нас для взрослых честно говоря самое трудное попытаться исходить из интересов школьников как ученики должны усвоить вот эту тему то есть опять же по каким границ да какую большую вы хотите раскрыть может быть вот через ряд мелких вопросов какие вопросы уже задавали школьников по этой теме что их интересовало может быть даже попытаться провести такой мозговой штурм может быть вашими читателями с несколькими да может быть они не подскажут какие-то вещи а вот что ученики должны будут сделать потом содержание вашей темы то есть вот те грани которые вы определили хорошо вот вы определили сделали что потом что ученики должны делать но и как школьники будет устанавливать связи расширять и делать заключение на основе изученного материала то есть вы в протяжении всего проекта планируется что дети изучат какой-то материал очень важно очень нужно да найдут какую-то информацию сделают какие-то выводы что потом то есть это будет рубеж пока после чего можно будет забыть или все таки это потом жизни пригодится это тоже надо исходить ну и рекомендация по составлению учебных вопросов на какие важные тестовые вопросы должны будут ответить школьники после этой темы то есть тестовое имеется ввиду вот на какие простые вопросы они смогут уже может быть заранее ответить и не придут к вам в проект с каким-то багажом знаний поэтому часть учебных вопросов это их можно будет даже задать уже до вступления проект и тем самым например определить уровень знаний ваших ваших участников проекта конечно можно посмотреть на образовательные стандарты если у кого-то есть возможность посмотреть прям учебники или не учебники и даже методические рекомендации по той или иной теме которую вы заявляете обязательно в вопросах но вот если вы например смотрите учебник 5 то есть обязательно вопросов темы там вернее после после изложения темы в параграфе обязательно стоят вопросы и да то есть это та же самая викторина или на тони это все то же самое я имею ввиду не викторина это будет уже как бы ваш продукт а именно я сейчас говорю об учебных вопросах которые вы должны обозначить знаете как бы те шажки по которым должны пройти за вами ученики чтобы освоить тему ну и соответственно посмотрите может быть выявите факты по вашей теме на которые ученики смогут достаточно просто ответить на эти факты должны соответствии той или иной проблеме которую вы уже заявили в проблемных вопросах ну вот примерно так значит напоминаю что конечно обязательно посмотреть нужно критерии качества оценки вопросов направляющих проекта есть пособие обязательно на это обратите внимание ну вот основное мы сказали и хочу напомнить что еще вы должны были сделать сегодняшним и должны сделать дальше так сегодняшним днем ну тему вы обосновали практически все кто сегодня присутствует значит сегодняшним днем вы должны были начать оформлять портфолио проект этой страничке на вики да и соответственно после этого вы вносите на странице мастерской на странице участники там есть табличка в которую вы вносите свои фамилии название проекта и ссылку на портфолио в таблице вот в этой табличке это обязательно сделайте чтобы можно могли выходить на ваши странички смотреть что сделать на этом же на страничке участники есть ссылочка на визитку сейчас я попробую бросить эту ссылку вам чтобы вы посмотрели значит там есть шаблон визиток вернее шаблон визитки по которому вы оформляете свою страничку посмотрите внимательно то есть внизу есть шаблон и вот одну копию шаблон в скобочках копия да я сделала но вот эту если вы перейдете на эту страничку вы можете уже начать заполнять всем следующим то есть сразу первым делом что надо переименовать по своей фамилии и вот как рядом видите да ванисина екатерина анательна поставить я это уже потом ставил 2015 поставьте просто 2016 пишите свою фамилию а в названии странички и год всем остальным нужно сначала скопировать то есть вот смотрите слова шаблон рядом есть флажочек да на него щелкаете и есть создать копию то есть выпадает контекстное меню а создаете копии и потом уже работаете в копии чтобы нам шаблон этот не потерять и так значит вот это тоже надо уже начать заполнять потому что мы в принципе в портфолио будем стараться вносить уже вещи такие отстоявшие себя приняты и окончательно разработанную чтобы нам меньше портфолио не исправлять какие-то наши недочеты и ошибки вот в основном будем работать визитки вот те публикации которые по идее мы должны были тоже начать делать сегодняшнего днём то есть те буклетики для родителей да их вы прикреплять будете в портфолио визит здесь не прикрепить ну вот какие-то конечно такие вещи ваши продукты вы уже можете сразу прикреплять портфолио чтобы мы тоже имели возможность посмотреть не забываем что публикации я пока посмотрела в табличке настолько екатерина анатольевна ванюхина выложила ссылочки на свои публикации то есть можно посмотреть и можно уже свои публикации тоже вносить что нужно сделать к следующему модулю у нас наш модуль идут три дня 20 21 22 то есть вечером 22 вы должны будете поработать учебным пособием до модуль второе занятие первое и второе сформулировать постараться свои вопросы как можно более полно еще раз повторяю не пугайтесь не расстраивайтесь что у вас не получается все с первого раза значит пробуйте делайте мы с координаторами обязательно будем обращать внимание на визитках прописывайте мы с координатором будем будем обращать обязательно внимание смотреть писать комментарии где-то может помогать пытаться сформулировать к этому же призываю остальных участников бывает так что вот вы взглянули зашли до тему посмотреть как увидели вопросы а у вас есть предложение еще каких-то вопросов но напишите помогите человеку поделитесь так сказать своим знанием да потому что это действительно хорошо как это все обсуждается и когда это все выносится у вас появляется возможность на свои проблемы принять немножко с другой стороны это поможет вам формулировки собственных вопросов значит после того как вы визитки вы должны будете это все до 22 эти вопросы внести в единый наш совместный документ таблица в мп называется ссылочка смысл на мастерской есть вы вносите туда свою фамилию название проекта и вопросы в отдельных столбиках с новополагающие проблемные и учебные вопросы и я еще раз призываю что мы работаем с вами совместно мы знакомимся с тем что как делали анализ публикации также нужно будет сделать и анализ вопросов направляющих проект другого участников я очень прошу не затягивать потому что далее а если не будут правильно сформулированы вопросы то ну работа не пойдет будет все время стопориться все время вы будете о чем-то обо что-то спотыкаться тут что-то не так у вас вы не сможете состыковать все свои идеи все что вы хотите выложить далее не в продуктной деятельности не в оценочной мероприятиях вам все время надо будет держать голову если вы придумаете какое-то мероприятие он должен отвечать на вопрос это должно достигаться вот этих результатов да ребята должны научиться терпеть тому то в конце вы должны получить получить это поэтому чем раньше чем более четко вы сформулируете вопросы тем проще вам будет дальше работать мастерской ну еще раз вам говорю не я например свои вопросы сейчас на началке я готовлю проект в июне месяце мы работали в мастерской я пару вопросов поменял уже на защите вот так бывает ничего страшного вот увидела что оказывается можно по-другому немножко все но правда поменяла их потому что все свои разработки дальнейшего проекта я увидела что немножко вопросы здесь должны звучать по-другому видите и вы здесь этому расстраиваться не надо ну и смотрите конечно когда вам что-то предлагают попробуйте посмотрите взглянуть с эти позиции на свои вопросы на свой проект может быть какие-то появятся новые грани наши проекты ну вот наверное все что я вам хотела сегодня сказать если какие-то вопросы по предыдущим модулям по этому модулю то что хотела рассказать может быть для лимитировна что-то хочет дополнить подсказать слушаю вас коллеги коллеги ну если мы вас не сильно напугали надеюсь что вы не напугались сегодняшним нашим вот еще таким огромным объемом работы но очень важным очень интересно поверьте мне тогда наверное будем прощаться мы ждем ваших работ ваших заполнения каких-то моментах на сибириаде отсматривая может быть я не всегда вот немножко сейчас разъездах накажу на 2 если есть возможность даже со смартфона ответить на какие-то вещи поэтому связывайтесь смотрите мы тогда у меня все так таблицы должно быть на написано тема принесла или не что приступить я вам написала что все тему можно оставить пожалуйста работайте агалина анатольевна спасибо спасибо что вы рады дальше учиться честно не пугаю просто стараюсь предупредить много раз прошли через эти бывают какие-то ошибки которые потом очень трудно ставить поэтому хорошо спасибо вам коллеги ну все тогда давайте ждем ваших работ до свидания у вас точно все получится вы молодцы вы молодцы